Во-первых, я бы не сказала, что это разборки между двумя президентами. Конечно, есть история восхождения Джеймбекова на пост президента в свое время с помощью Атамбаева. Но это легитимно избранный президент, которого мы сегодня поддерживаем, с которым страна сегодня живет и работает. И вопросы, которые предъявляются Атамбаеву, они все обоснованы. Почему до сих пор спекулируют, что в какой-то этаж нельзя было вообще спецназу заходить и так далее. Ну, три раза он получил повестку по делу Атамбаева. Это нашумевшее дело. Это очень такое, в общем-то, в уме неукладывающееся дело, чтобы вор в законе отпустили. И он по красной дорожке прошел частный самолет и улетел от нас. Так вот, по этому делу ему надо было давать показания. По этому делу сидят в тюрьме люди. Бывший генеральный прокурор сидит в СИЗО. И нужны были его сведения для того, чтобы уточнить его показания. То, что произошло вчера, вот эта ситуация, которая сейчас накаляется, виноват Атамбаеву? Я считаю, что он виноват. Я считаю, что он виноват в первую очередь, потому что он не подчиняется закону. Он видит траекторию пути, куда приводит его конец сегодняшнее. Это не одно дело. Пять, шесть, семь таких дел на нем сегодня висят. И он просто такой заядлый игрок у нас. Он человек, который ищет выход для себя, лучший выход. И вся международная общественность, которая наблюдает за ситуацией в Крымстане, они должны знать, что мы имеем дело с человеком, на котором висят очень серьезные вот такие преступления. Если ты насчет прав, если ты считаешь, что это все наветы, иди доказывай в суде. Вы его хорошо знаете, вот как человека. На что он вообще способен? Как далеко он способен? Ну, вы знаете, вот он может быть далеко на многое способен. Представляете перспективу человека, у которого есть как минимум пять тяжелых дел.